Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня мы опять говорим о псалмах. Обнаруживаем в этих знакомых текстах нечто незнакомое, удивительное, шокирующее и неоднозначное. Итак, мы с вами уже рассуждали о том, что псалмы тяжело друг от друга отличать. Они как будто бы все на одно лицо, на один лик рассказывают нам об одном и том же, о святости, грехе, раскаянии, спасении, о мессии, в конце концов и так далее. Все примерно одинаковые. Однако это не так, если мы читаем псалмы не 50 за сутки или за неделю, а один в день, а может быть полпсалма в день, если мы используем комментарии, разные переводы, если мы используем разные справочники, циклопедии и немножко знаем еврейский и греческий, нам тогда открывается великолепная картину. Оказывается, что псалмы, каждый из них, уникален. И вот сегодня мы поговорим с порталом экзоге.ру при его помощи и поддержке об оригинальном, уникальном лике псалма 70. И вот, как я уже говорил прежде, хорошо было бы при чтении псалмов обнаруживать ту центральную метафору, образ, состояние души или ситуацию, которая является как будто бы главной во всем этом тексте. И такая метафора в этом псалме 70 имеется. Это есть старость. Это есть то, что связано со старостью, бессилие, беспомощность, неумение противостоять нападающим молодым и сильным соперникам и людям. Это псалом старого человека. И в этом псалме, когда мы обнаружили эту метафору, как будто бы, во-первых, мы легко можем его в дальнейшем вспомнить, а до этого запомнить, а потом мы можем обращаться в разные ситуации своей жизни именно к этому тексту. Итак, в этом псалме мы находим размышления, чувства человека, достигшего заката своей жизни. Он прожил целую жизнь. И вот он ощущает то, что является главным каким-то основным элементом старения и старости. Это есть бессилие, беспомощность. И вот, рассуждая о своем состоянии, о своей жизни, мы не находим в этом псалме того, что бывает часто встречается в псалмах. Да, это так. Но в псалмах часто, очень часто, я бы сказал, даже более сильно встречается пожелание зла оппонентам. Боже, расправься, Боже, накажи, Боже, лиши их потомства, Боже, сделай их дома пустыми. И эти слова встречаются нередко в древних ветхозаветных текстах. Это нас поначалу шокирует, но когда мы уже поняли, что это тексты древние, написанные в дикие давние времена, нас уже это не очень-то и удивляет. Да, так вот, в этом псалме тоже есть описание врагов, нападающих, теснящих, давящих. Но автор этого псалма, он старец, он поэтому мудрец, и он рассуждает об этом, так вот, немножко философски, об этом псалме нет никакого пожелания зла. Ничего, пускай плохого с ними не будет, нет никаких ни проклятий, ни призывов, чтобы Бог с ним расправился. Человек, старик, охвачен другими рассуждениями, о другом рассуждает его ум и его сердце. Боже, дай мне и в дальнейшем прославлять тебя. Или Боже, пускай свершится твоя правда в жизни моей и всего мира. Да, вот слава и правда. Да. Это есть то, что охватывает этот псалом, его, выражает его главное содержание. Дальше еще. Чего мы не находим в этом псалме? Что должны были, по идее, найти. О чем рассуждают все взрослые люди, да, или стареющие люди, или просто отцы или матери семейств? Ну, признаемся, что где бы мы ни находились, за рулем, засыпая, на работе работая, да даже в храме, даже на литургии, мы думаем о своих детях, да, вот мы о них рассуждаем, мы переживаем, мы как-то вот с ними как будто бы разговариваем, мы заботимся о них в своих мыслях, да, мы как будто бы постоянно сфокусированы на этом элементе, этом сюжете нашей взрослой, стареющей жизни. Однако рассуждений о детях нет в этом псаломе. Хотя дети есть и как будто бы сила, или даже будущее, вечное будущее, вечная память этого умирающего старца, но нет, мы этого момента не находим. Все, вся забота, беспокойство этого старца исчерпывается Богом и желанием подольше его прославлять. Как можно это интерпретировать? Ну, вот смотрите, сам Давид, первый псалмопевец, показывает нам пример вот такой вот жизни, когда вроде бы у тебя все есть, власть, богатство, жизнь твоя удалась, у тебя есть целое царство, ты Божий избранник, Божий помазанник, у тебя есть дети, у тебя есть много детей, и поэтому у тебя вроде бы есть будущее в них. Но если мы читаем книгу царств, вторую книгу царств, мы находим описание того, о, как много ужасного, постыдного и травмирующего было связано у Давида со своими детьми. И, увы, к сожалению, так бывает часто скорее, да, чем редко. Такое бывает и в жизни нашей, да, обычной, какими бы ни были мы праведниками и Божьими служителями, как бы мы ни старались сделать своих детей тоже праведниками и Божьими угодниками, иногда это не получается. Не срабатывает наша программа, дети нам не подражают, оказываются хуже, но бывает, что и лучше. Это тоже правда жизни, лучше, чем мы. И вот в этой ситуации мы озираем свою жизнь, прошедшую жизнь, понимаем, что дети такие, какие они есть, а не такие, какие бы мы хотели их видеть. И в этом отношении мы понимаем, что, ну, видимо, не в детях, да, не в детях лишь главный смысл, главное упование, главная надежда нашего существования, а в чем-то еще и другом. И вот старец, автор этого текста, Давид или другой пожилой человек, он понимает все это очень хорошо. Итак, видите, Бог, Божья слава, но не дети являются то, о чем он рассуждает и о чем он переживает. Давайте обратимся к самим стихам. А до этого, да, еще одно очень важное замечание, два важных замечания, пожалуй, я и вам их озвучу. Итак, в мидраше еврейском на псалатире, вот, есть такое немножко некоторое толкование, да, пояснение к каждому из псалмов. Так вот, в этом мидраше на псалатире есть точное указание, что псалом старого человека написан о чем? Опять же, о плене и об изгнании. И тогда можно так вот порассуждать, побогословствовать, что когда мы находимся в плену, когда мы не свободны, тогда мы стареем, тогда мы старики. И тогда получается, что спасение, дарование нам вот этого спасения означает одно – дарование молодости, да, какой-то вот такой свежести. И мы с вами знаем, что очень часто божьи угодники, выдающиеся христиане, являются хоть и стариками телом и по паспорту, но молодыми душой и умом. Люди такие довольно живые, да, интересующиеся, деятельные, озорные и так далее. И еще одна важная такая деталь. Комментаторы пишут, псалом 70-й не оригинален. Он как будто бы соткан, состоит из кусков, из каких-то стихов, сюжетов других псалмов. Вот взяли какие-то важные стихи из других псалмов, вместе соединили, еще дали всему этому собранию стихов метафору, метафору стареющего человека и получился псалом 70-й. Но я вот нахожу в этом наблюдении то, что опять же касается, соотносится с темой старости. Потому что что такое старость, когда мы уже ничего нового-то не можем делать, мы в этом отношении бессильны, мы уже находимся в не той форме, скажем так. Но все, что мы можем делать, это как будто бы собирать фрагменты из того, что было у нас в предшествующей молодой или зрелой жизни, в юности. Мы как будто бы собираем какие-то сюжеты, фрагменты, мы как будто бы плетем из них ткань нашей жизни. И тогда получается, что и в этом отношении тоже псалом 70-й – это псалом старого, стареющего человека. Итак, читаем стихи этого псалома. Стих начинается все с юности. Пятый, шестой стих рассказывает о том, что человек и в юности был с Богом. Итак, стих пятый. «Ты, владыка, надежда моя, уповал я на тебя с юности». Или вот перевод славянский. «Ты, Господи, упование мое, от юности моей я». Дальше. «Ты, опора моя, от чрева матери». То есть это такое довольно сильное заявление. «Я еще был вот новорожденным, а может быть был еще в очреве матери, да, и уже ты был моей опорой, и я был твоим человеком». «Из утробы ее ты меня извлек, я славлю тебя всегда». То есть вся жизнь, вся моя жизнь, она связана с прославлением Бога. «А тебе пение мое выну». Дает нам такой текст славянский перевод. Ну, пояснение, что выну, это есть не вынимать, а это всегда. Поэтому, когда мы слышим песнопение «очи мои выну ко Господу», это не то, что мы вынимаем свои глаза для Бога, а то, что мои как будто бы очи всегда на Бога обращены. Дальше, стих девятый. «Не покинь меня на старости лет, когда иссякнет моя сила, не оставь меня». Дальше. «Толкуют обо мне враги мои, те, кто хочет меня погубить, сговариваются». Вот, видите, старик, а есть молодые соперники, которые желают его сбросить, скинуть, подвинуть, отнять у него что-то. И вот они говорят, стих одиннадцатый. «Бог оставил его, гоните его, хватайте его, никто его не спасет». Дальше, стих восьминадцатый. «И до старости моей, до следных волос, Боже, не оставляй меня, чтобы я возвещал Твою мощь поколению грядущему Твою силу». Очень, друзья, сильный аргумент, почему Бог должен его спасти. А вот для этого, чтобы этот опыт, опыт торжества старика, его победы, был бы в дальнейшем элементом какой-то проповеди, что ли, да, важным примером, который может научить подрастающее поколение. Старик, которому помогает Бог, является сильнее всех юных, сильных орлов, львов, волков и так далее. «А я всегда буду на Тебя надеяться, славя Тебя снова и снова. Уста мои будут каждый день повторять, как Ты справедлив, как Ты спасаешь. Звуками лиры прославлю Тебя, воспою Твою верность, о Бог мой. Я буду на арфе Тебе играть, о Бог Святой Израиля». Вот, видите, человек желает, считает нужным в старости своей жизни прославлять Бога, о Нем рассказывает, спит ему на лире, на арфе своих дел, своих слов, своего творчества и своих рассказов. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Помощником нашим в Экзегезе был портал Экзегет. С приветом из Петербурга, священник Алексей Волочков. Не болейте. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok